Доброе-доброе утро! Радостно встречать с вами новые дни. Начнем с традиционного. На календаре 23 августа, вторник. С вами программа «Народное утро» и я, Полина Клеменкова. Мы незамедлительно начинаем. Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Многие знают этот детский стишок. И наверняка вы хоть раз ловили это насекомое, чтобы потом с ладони отпустить в небо. Так вот, сегодня можно вспомнить детство. Ведь с 23 августа отмечают день полета божьих коровок. Найти это яркое насекомое считалось хорошей приметой. Часто божью коровку называют солнышком. Такое название пошло от древних славян – анель. Они олицетворяли насекомое с богиней солнца, которая дарит жизнь, свет и урожай. Да и сами божьи коровки живут много лет. А чем еще интересна сегодняшняя дата, узнаем в нашей постоянной рубрике «День в календаре». Всемирный гастрономический праздник «День бисквита» отмечается ежегодно 23 августа. В самом широком смысле бисквит – это кондитерское тесто и кондитерский хлеб, приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов. Существует несколько способов приготовления бисквитного теста. Наиболее удобный для домашнего приготовления способ – яйца взбить с сахаром до увеличения в объеме в 2-3 раза. Затем добавить муку, перемешать. Дно и края формы смазать сливочным маслом и застелить бумагой. Тесто разлить в подготовленные формы и выпекать в духовке. Полученный бисквит является самой распространенной основой для тортов и пирожных. Первые упоминания о бисквитах хранят судовые журналы моряков из Англии. Собираясь в дальнее плавание, моряки наполняли трюмы значительными запасами корабельных бисквитов или, как их еще называли, морских сухарей. Подсушенный бисквит долго не портился, на нем не появлялась плесень даже при влажных условиях. Не имея в своем составе сливочного масла, бисквит оставался съедобным до конца плавания. Помимо этого, он был очень сытным и занимал не очень много места. Все эти свойства делали морские сухари незаменимыми в путешествиях. Нежный вкус бисквита не остался незамеченным и для избалованных деликатесами гурманов. В одном из плаваний кто-то из придворных попробовал простую пищу моряков, остался весьма поражен неожиданно приятным вкусом и решил, что она достойна королевского стола. Так корабельные бисквиты перестали быть морскими сухарями и превратились из подсушенных кусков теста в нежнейшие пирожные с джемовыми и кремовыми прослойками. Бисквит стал самым популярным дополнением к английскому дневному чаепитию. Чайные приемы больше не обходились без свежих бисквитов со всевозможными прослойками и начинками, приготовленными самыми знаменитыми кондитерами. Разумеется, эти пирожные уже не годились для долгого хранения в корабельных трюмах. В 17 веке бисквиты стали очень модными во Франции, хотя уже и не имели ничего общего с ранее известными морскими сухарями. Пришло время, бисквит обрел популярность во всем мире и стал частью традиционной кулинарии в самых разных странах. Теперь для него не существует границ. Звезды предвещают, что начало дня будет удачным и простым. С многими делами вы справитесь с легкостью, найдете ответы на волнующие вопросы и решения неоднозначных ситуаций. Комфортно будут себя чувствовать те знаки зодиака, которые прислушиваются к интуиции и знают, как трактовать ее намеки. Вторая половина этого вторника пройдет немного напряженно. Следите за своим эмоциональным состоянием, тогда конфликтов на работе и дома можно будет избежать. А что еще ожидает каждого из знаков зодиака, смотрите в персональном гороскопе. Внимание на экран! Овны. 23 августа следует меньше жертвовать своими желаниями и интересами ради других людей. Конечно же, вы полны благородства и щедрости, но не стоит до такой степени баловать народ. Вам тоже хочется жить в комфорте, поэтому позаботьтесь об этом всерьез и придержите эмоции в общении. Тельцы. Интуиция вам сегодня не поможет. Лучше опирайтесь на свое здравомыслие. Будьте осторожны в общении с незнакомыми людьми. Вас могут откровенно вовлечь в нечестную игру. Со здоровьем не шутите. Если заболели, то не нужно геройствовать и запускать недуг. Близнецы. В этот день вам противопоказаны передвижения на дальние расстояния. И не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. В коллективе старайтесь руководствоваться только личными принципами. Не волнуйтесь за репутацию. Ее вы не испортите даже в самых критических ситуациях. Раки. Гороскоп рекомендует отказаться от целей, у которых нет твердой основы. Даже если вы чувствуете себя на коне, лучше чаще смотреть под ноги. Мелкие неприятности способны надолго выбить из седла. Есть шанс получить подработку и улучшить финансовое положение. Есть небольшие препятствия в любви. Львы. Если вы решили отправиться в командировку или поездку по личным делам, то нужно тщательно подготовиться к дороге. Это касается не только документов, но и аптечки. Возможно, что ваше самочувствие негативно отреагирует на другой климат. Меньше доверяйте тем, с кем недавно познакомились. Девы. Следует держать себя в рамках, не влезать в конфликты. Но если произойдет спор или скандал, то принимайте сторону того, кого считаете правым. Это ваше мнение, поэтому не нужно никому объяснять, почему вы так поступили. Близкое окружение поддержит в начинаниях, касающихся покупок или быта. Понаблюдаем за сурикатами. Они очень трудолюбивы и любят копать. Много-много копать. И иногда драться в промежутках между копанием. Жители пустыни, даже те, что обитают в зоопарке, предпочитают песчаную почву, в которой роют обширные норы. А это занятие не из простых. Для него нужно острое обоняние и длинные вибрицы, которые похожи на усы, и третье века. Однако, несмотря на сложность их работы, сурикаты не прочь устроить дружескую стычку. Она уже стала неотъемлемой частью создания нор. Однако оставим этих солдат пустыни и перейдем к миру людей. Другие новости в Народном Утре. Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов Юга и Центральной части России до 29 августа, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Еленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Елисты. Однако российским авиакомпаниям предложили альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Отмечается, что остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает сайт Росавиации. В России осенью ожидается длительный бархатный сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, по причине того, что Черное море и Балтийское море сильно прогрелись, осенью они будут отдавать тепло в атмосферу. Температура воды на востоке Черного моря 25-26, а в Сочи и Анапе 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость, отметил руководитель Гидрометцентра. Деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, подчеркнул Вильфанд. 1 сентября в России не является выходным или праздничным днем, однако есть несколько способов получить отгул в этот день и сходить с детьми на линейку. Отмечается, что можно оформить ежегодный отпуск, который захватит первое число, или взять один день за свой счет. Уточняется, что некоторым сотрудникам положен дополнительный отпуск, например, за особые условия труда. Его можно использовать для того, чтобы провести день знаний вместе с детьми. Кроме того, донорам положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в любое время, в том числе 1 сентября. Также за работу в выходной день или сверхурочно можно получить отгул, однако время стоит заранее согласовать с руководителем. Астрологи предвещают благоприятный день для бизнесменов и всех, кто работает на руководящей должности. Вы можете раскрыться с новой стороны, если просто отдадите силе этого дня. Принимайте важные решения, управляйте коллективом, не бойтесь принимать на себя ответственность. Но астрологи советуют, не спешите с принятием решений. Взвешенно, но уверенно доносите свои мысли. Тогда вами будут восхищаться. А что ждет оставшихся знаков зодиака, узнаете из продолжения гороскопа. Весы. Сегодня разрешается заниматься любой работой. Вы на редкость уникальны и самобытны, что позволит достичь головокружительного успеха. В плане финансов будьте практичнее. Если что-то покупаете, то предварительно просканируйте личный счет. Там достаточно денег. Скорпионы. Этот день посвятите близким людям. Вы даже на время оставите работу или бизнес, лишь бы пообщаться или отдохнуть на природе вместе с родственниками. Ни за что не берите кредит, даже если процент предложат минимальный. Это только осложнит ваше материальное положение. Стрельцы. Ваша жизнь, да и текущие обстоятельства будут складываться не очень удачно. И виной тому ваше легкомысленное отношение ко всему, что могло бы принести неплохие дивиденды. Козероги. Вы попадете в отличную компанию, получите заряд бодрости и уверенно посмотрите в будущее. И все это в один день. Какой презент судьбы. Кстати, подарки не исключение. Вы можете получить от любимого человека невероятный сюрприз. Возможно, поездка, которая в корне изменит настроение. Водолеи. Гороскоп обещает приятные известия и новое знакомство. Но если работа будет больше обычного, то в центре внимания должны быть дела. Бизнесменам предстоит командировка. Поездка может подтолкнуть к ярким идеям. К примеру, как расширить границы коммерческих возможностей. Рыбы. Ожидается день испытаний и душевных метаний. Вы попадете в какую-то неординарную ситуацию, после которой уже не будет возврата к прошлой жизни. Точнее, принципы и планы резко изменятся. Одинокие люди примут важное решение. Но говорить о нем родственникам пока рано. Придержите все в секрете. Роботы, роботы, роботы. Сколько же их уже изобретено. Многих сложно отличить от людей. А недавно даже открылся первый музей роботов. Из нашей рубрики «Открытие и изобретение» вы узнаете подробнее про самые интересные технологические новинки. Посмотрим, что день завтрашний готовит всем нам. В мире уже создают роботов, копирующих людей, вплоть до рисунка вен и мурашек на коже. Целая компания занимается исследованием и разработкой таких гуманоидов. А год назад в Китае открыли первый музей роботов. Там есть роботы-знаменитости, роботы-промоутеры и роботы, танцующие на пилонах для привлечения клиентов в бары и клубы. Как создаются самые реалистичные в мире роботы-гуманоиды и на что они способны, мы узнаем это и не только это в новом выпуске «Открытий и изобретений». В студии я, Арина Хайрова. Поехали! В музее будущего и науки в китайском городе Долянь представлены фантастически реалистичные бионические роботы. Для создания модели инженеры сканируют черты лица и тела живых людей. Затем части тела роботов-гуманоидов печатают на 3D-принтере. Кожа этих удивительных роботов изготовлена из медицинского бионического силикона с реалистичными венами, мурашками и морщинами. Управление моделями осуществляется с помощью носимой перчатки. Китайский музей роботов был открыт для посещения в сентябре прошлого года. Там можно увидеть бионические копии таких известных людей, как Альберт Эйнштейн и Стив Джобс. И, конечно, заказать робокопию себя любимого. На это у китайских инженеров уйдет от 3 до 6 месяцев. Вы бы хотели иметь механического второго себя? Я, пожалуй, с этим повременю. На дворе стоит август, месяц сбора урожая. В этом деле людям тоже помогают роботы. Израильская компания представила привязанную беспилотную систему, которая избавляет от тяжелого труда по сбору фруктов, типа яблок. Другими словами, дроны научились собирать урожай. И не просто собирать. Эта штука обладает искусственным интеллектом, способным отличать спелые и еще несозревшие плоды, которым требуется повисеть на дереве. Центральное место в системе занимает наземно-транспортное средство – самоходная тележка, которая под руководством программы медленно передвигается между рядами фруктовых деревьев. Тележки кабелями подключены несколько дронов, чьи шарнирные захваты собирают зерелые плоды. Собранные оставляют на брезенте тележки в места, маркированные QR-кодом. Тележка с системой питает дроны по кабелям. Это позволяет привязанным дронам работать непрерывно – как ночью, так и днем. А теперь перейдем к моей любимой теме – поговорим о робопсах. Знакомьтесь, это первый китайский четвероногий робот для промышленных применений и сценариев. Он может координировать и заменять людей, чтобы добраться до любого доступного места. Робопес обладает превосходной адаптируемостью к окружающей среде, отличной способностью динамического баланса и точной способностью к восприятию окружающей среды. Новый робот может легко переступать через препятствия высотой 18 метров, перемещаться по лестничной клетке, а также подниматься по склону с уклоном 30 градусов, что позволяет ему адаптироваться к различным сложным условиям, включая луга, песок, снежные поля, гравийные дороги и лужи. У робопса интеллектуальное восприятие имеется. Оснащенные камерой для определения глубины и лазерным радаром в сочетании с интеллектуальным алгоритмом, робот обеспечивает автономную навигацию и динамическое предотвращение препятствий. В общем, умен собака. Роботы с нами не только на Земле, но и под водой. Созданный специалистами Стэнфордского университета, робот-водолаз Ocean One впервые принимает участие в подводной археологической экспедиции, затонувшем у судна 17 века. По словам его разработчиков, Ocean One обладает человеческим зрением, сенсорным восприятием с механической обратной связью и мозгом. Изначально робот проектировался для исследования коралловых рифов в Красном море, для чего его наделили способностью мягко контактировать с подводными объектами. От водолазов-людей робот выгодно отличается возможностью безболезненно погружаться на большие глубины. В листовой части робота находится компьютер, источник питания и 8 двигателей с винтами. Передняя часть напоминает человека, поскольку камера для стереоскопического зрения установлена в обтекаемой голове, а подвижные манипуляторы подобны рукам. Правда, перемещениями самого робота и движениями его рук управляет пока человек-оператор. Но то ли еще будет. На сегодня это все. С вами была Хайрова Арина. Всем хорошего дня и личных открытий. Субтитры сделал DimaTorzok 30 артистов, более 20 видов огненного и пиротехнического реквизита. Ермак на колесе Сира, царь на полутораметровых ходулях, акробаты и большой огненный дракон. С замиранием сердца зрители наблюдали завораживающую историю о легендарном Ермаке, рассказанную языком хореографии, огня, пиротехники и света. Событие, кстати, совпало с именинами Тюменской области, где особенно почитают главного героя спектакля. Невозможно не согласиться, программа огненного спектакля получилась насыщенной и яркой. В северной столице прошел седьмой этнический фестиваль музыки мира. Он собрал на парадном дворе Шереметьевского дворца в Санкт-Петербурге лучших российских исполнителей. Их творчество основано на национальных фольклорных музыкальных традициях, обретающих новое звучание благодаря современным аранжировкам в различных стилях. На одной площадке встретились джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афрокубинские ритмы и балканские мотивы. Рядом ансамбль русских народных инструментов, но с барабанами. Многие инструменты сделаны самими музыкантами в единственном экземпляре. В программе фестиваля были концерты-марафоны на открытом воздухе, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов в Музее музыки, творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов в Саду Фонтанного дома и много-много музыки. Действительно яркое музыкальное событие. В эти выходные деревню Никола Ленивец Калужской области разбудил шестой фестиваль электронной музыки «Сигнал». Это ведущий электронный фестиваль России и главный летний ретрит многотысячного сообщества, мотивированного общей идеей. Выйти за пределы влияния мегаполиса, оказаться за горизонтом в идеальном мире, созданном во имя музыки, искусства и любви, заявляют организаторы. Программа обширна, анонс нового арт-кола, музыкальная резиденция, летний лагерь волонтеров «Сигнал» и освоение новых территорий Никола Ленивца. В этом году на семи сценах выступили более 180 артистов. Организаторы подготовили несколько маршрутов по территории фестиваля и арт-парку Никола Ленивец. Участникам показали знаменитые архитектурные инсталляции Никола Ленивца и объекты победителей арт-кола «Сигнал» этого года. Бар-Горизон, царай-градиент и портал. По условиям конкурса объекты должны создаваться как временные, возводятся специально к фестивалю и демонтируются после. Другой маршрут за кулисы главной сцены «Сигнал» для посетителей. Это уникальная возможность разобраться с тем, как устроен свет на сцене и увидеть его устройство изнутри. Что сказать, было весело. Легендарные хиты не стареют. Исполнитель популярного хита Рик Эсли сделал ремейк клипа «Never Gonna Give You Up». Новый клип вышел в рамках рекламы американской страховой компании. А совсем недавно оригинальному музыкальному видео исполнилось 35 лет. После выхода хита появилось целое направление в музыке под названием «Рик Ролл». В новом ролике Эсли повторил кадры из оригинального клипа, а слова песни вплелись в рекламу страховщиков, которые обещают никогда не бросить и не сказать «прощай». Это был интернет-обзор. Почаще листайте ленту в соцсетях и будьте в курсе всех событий. Пока-пока. После таких новостей можно начинать свой день. Согласитесь, уверена, он оправдает все ваши положительные ожидания. А программа «Народное утро» и я, Полина Клеменкова, прощаемся с вами. Всем отличного дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин